Привет, мои дорогие друзья! Exercise 1. Упражнение 1. Слушай и повторяй. Табличка с прожектором. Обратите внимание на предлоги. In the morning. Утром. At night. Ночью. At 7 o'clock. 7 часов. Итак, упражнение 1. Listen and repeat. Слушай и повторяй. In the morning. Что мы делаем утром? Have a shower. Принимаем душ. Have breakfast. Завтракаем. In the afternoon. В полдень. Have lunch. Обедаем. Listen to music. Слушаем музыку. In the evening. Вечером. Visit my friend. Посещаем своего друга. Have supper. Ужинаем. At night. Ночью. Watch a video. Смотрим видео. Go to bed. Ложимся спать. At night может еще переводиться как поздний вечер. Exercise 2. Упражнение 2. Now talk with your friend. Теперь поговори со своим другом. What do you do in the morning? Что ты обычно делаешь по утрам? I have a shower. Then I have breakfast. What do you do in the afternoon? I have lunch. Then I listen to music. What do you do in the evening? I visit my friend. Then I have supper. А последний вопрос и ответ вы сделаете сами. Exercise 3. Listen and match. Послушай и сопоставь. I get up at 7 o'clock. Я встаю с постели в 7 часов. I go to school at 8 o'clock. Я иду в школу в 8 часов. I come home at 4 o'clock. Я прихожу домой в 4 часа. I watch TV at 6 o'clock. Я смотрю телевизор в 6 часов. I go to bed at 9 o'clock. Я иду в постель или спать в 9 часов. А теперь упражнение 4. Задай вопрос и ответь. What time do you get up? At 7 o'clock. What time do you go to school? At 8 o'clock. What time do you come home? At 4 o'clock. What time do you watch TV? At 6 o'clock. What time do you go to bed? At 9 o'clock. Exercise 5. Упражнение 5. Read and say yes or no. Прочитай и скажи, да или нет. Please read after me. Hooray! Ура! It's Sunday. Воскресенье. Lulu's favorite day is Sunday. Любимый день Lulu – воскресенье. She gets up at 10 o'clock. Она встает в 10 часов. In the morning she has breakfast. Утром она завтракает. Then she visits her grandma and grandpa. Затем она навещает своих бабушку и дедушку. Then at 1 o'clock she comes home and has lunch with her family. Затем в час дня она приходит домой и обедает со своей семьей. In the afternoon, в полдень, Lulu watches a video or listens to music. Lulu смотрит видео или слушает музыку. Then at 6 o'clock it's time for supper. Затем в 6 часов время ужина. In the evening she plays games with chuckles. Вечером она играет в игры с chuckles. They have a lot of fun. Они имеют много веселья. Then at 9 o'clock Lulu goes to bed. Затем в 9 часов Lulu идет спать. Sundays are happy days for Lulu. Воскресенье – счастливые дни для Lulu. Number one. Lulu loves Sundays. Yes, она любит воскресенье. Lulu gets up early on Sundays. Lulu встает рано по воскресеньям. No. Она встает в 10 часов. She gets up at 10 o'clock. In the morning she goes to school. Утром она ходит в школу. No. She doesn't go to school on Sunday. She goes to bed at 10 o'clock. Она ложится спать в 10 часов. No. She goes to bed at 9 o'clock. Exercise 6. Упражнение 6. Портфолио. Now write about what you do on Saturdays or Sundays. Упражнение творческое. Вы пишете о том, что вы делаете по субботам и воскресеньям. Вы используете текст упражнения пятого, но делаете все от своего лица. I get up. I visit. И так далее. Exercise 7. Упражнение 7. Игра. Ведущий стоит лицом к доске. Остальные дети у противоположной стены. Они хором спрашивают. What's the time, Mr. Wolf? У этого ученика прозвище Mr. Wolf. Он отвечает. It's 9 o'clock. It's 7 o'clock. It's 3 o'clock. Любое время. Как только он скажет, it's 12 o'clock, 12 часов, и скажет, time for dinner, пора обедать, дети убегают, а ведущий пытается их поймать. Пойманный становится ведущим. Homework. Домашнее задание. Exercise 1, 2, 3, 4, and 5. Читать по 20 раз. Знать перевод. Сборники. Exercise 10, упражнение 10, page 111, страница 111. Напиши предложение, пользуясь подсказками. Здесь вам снова понадобится правило образования и употребления Present Simple, настоящего простого времени. Модуль 3, страница 166-167. He reads every day. Он читает каждый день. Do you swim on Mondays? Ты плаваешь по понедельникам? He doesn't play soccer on Fridays. Он не играет в футбол по пятницам. А дальше я выполню по одному предложению утвердительному, вопросительному и отрицательному. Остальное сделайте сами. They don't play tennis every day. Do you make cards on Wednesdays? He plays the piano on Fridays. Exercise 11. Задай вопрос, как показано в образце, и ответь на него, пользуясь подсказкой. Добавь указатель времени, то есть день недели, по своему усмотрению. Образец. Что Лера делает по воскресеньям? Она смотрит телевизор. Что делает Пако по средам? Он читает истории. Что дети делают по воскресеньям? Они смотрят мультики. На остальные предложения наберитесь терпения и попробуйте их выполнить самостоятельно. Я уверена, что вы справитесь. Exercise 12. Упражнение 12. Распредели слова по столбикам в зависимости от правил чтения подчеркнутых букв и прочитай. Подобные упражнения мы с вами делали в уроке в учебнике. Итак, первая колоночка со звуком К. Во второй колоночке слова, в которых буква Си даёт звук С. В третьей слова с буквосочетанием Си Кей, который читается как К. И в четвёртой слова с буквосочетанием Си Эйч, которое даёт звук Ч. Прочитай слова и найди их значения. Запиши ответы в таблицу. Прежде чем выполнять это упражнение, повторите слова модуля 8, страница 174. Итак, go to bed – ложиться спать, in the evening – вечером, have lunch – обедать и так далее. Это очень легко, если вы знаете слова. Exercise 2. Ставь соответствующие предлоги времени – at, in и on. Грамматика модуля 8, страница 170. I get up at 7 o'clock. Я встаю в 7 часов. My big brother watches a video at night. Мой старший брат смотрит видео ночью или поздно вечером. I come home in the afternoon. Я прихожу домой в полдень. Мэри навещает своих друзей по воскресеньям. The children play games at the weekend. Дети играют в игры на выходных. We get a lot of presents at Christmas. Мы получаем много подарков на Рождество. Tim has music on Monday. Тим имеет урок музыки по понедельникам. Вова has breakfast at 8 o'clock in the morning. Вова завтракает в 8 часов утра. They don't listen to music at noon. Они не слушают музыку в полдень. That's all. Это все. Goodbye. До свидания. Have a nice day. Хорошего вам дня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»